Всем привет, народ! Я всех вас рад приветствовать на нашем канале Мы из Эстонии. Смотрю, в тренды начали залетать видео со всякими водяными насосами, которые мы используем с вами в самодельных автодомах. И вот я сегодня снова решил снять видео про насосы в самодельном доме на колесах. Я надеюсь, что всем понятно, что если купить вот такой насос и поставить себе в самодельный автодом, то проблемы с водой у вас никаких не будет. Данные насосы очень хорошо себя зарекомендовали. Работают они очень тихо, практически без шума. Качают давление то, которое у них заявлено. Данного насоса 20 PCI, это примерно где-то полтора бара. Очень хорошо включается и выключается. То есть здесь в нем есть реле, даже можно немножко подкрутить, но регулировка очень-очень-очень маленькая. Порядка там вообще-то очень маленькая, то есть совсем маленькая. То есть даже там полбара нет в регулировке. Но стоят такие насосы недешево. Ценник начинается где-то от 70 евро и выше. Поэтому такие насосы мы сегодня рассматривать не будем. А попробуем сделать с вами водяную систему практически бесплатно. Будем сегодня делать водяную систему на основе вот такого насоса для дворников, да, для стеклоочистителей в обычном автомобиле. И на основе вот такого вот насоса, это погружной насос, продается на Алиэкспрессе. Цена меньше 10 долларов его. И производительность у него 800 литров аж заявленная. И на 5 метров в высоту он может поднимать воду 12 вольт. Вот на основе двух вот таких насосов давайте попробуем сделать с вами систему, водяную систему. И посмотрим, как они будут работать. Вместо водяного бака у меня будет вот такая канистра. Сейчас из этой канистры я сделаю водяной бак и поставим насос. Данный насос ставится в самый низ емкости, сверлите отверстие. Сейчас давайте сразу просверлим. Потом в это отверстие вставляете манжету, то есть вместо вот этой канистры, да, может быть совершенно любая, любая быть емкость. Главное, чтобы в ней можно было просверлить, просверлить отверстие. Ну и здесь можно намочить, чтобы у нас вот так вот легко встал сюда насос. Вот такая вот незамысловатая конструкция. А в принципе, вот это вот так же и устроен бачок для омывания стекол в автомобиле. А это у меня помпа 12-ти вольтовая. Но номер я не знаю, если кому интересно. Вот здесь вот номер, можете остановить, сделать видео на паузу и заказать его. Но если мне память не изменяет, это у меня насос от Lexus. От Lexus, я не помню, мы как-то ремонтировали Lexus после аварии. Вот у меня остались там бачки эти насосы. Так, от Lexus. Так, теперь давайте, что мы сделаем? Теперь нам надо каким-то образом к этому насосу подключить душевую лейку. Так, шланг подключим. Теперь. Вот шланг. Так, поставим сюда вот такую штуковину, да? Ну и зажмем на всякий случай хомутом. Хомут такой слабенький. Ну, я думаю, с водой от этого насоса он справится. Ну, с давлением воды от этого насоса, который рассчитан на намывание стекол, он должен справиться. Все. Вот такая получилась незамысловатая конструкция. И теперь вот, и теперь мы прикрутим сюда вот душевую лейку. Все. Надеюсь, у нас теперь ничего не потечет. Наливаем теперь сюда весе, элеватор, или воду, кому как удобнее. Ой-ой-ой-ой. Рукожок. Половину на стол пролил. Ну, давайте теперь смотреть, что у нас получилось. И будет ли у нас достаточно избавления, чтобы помыться, например. Просто тупо помыться. И вот что у нас получилось. Смотрите, даже можно слепи поливать. Но насос... О, надо крышку открыть. Смотрите. Я надеюсь, что вам видно. В принципе, для автодома вот такого давления, я думаю, что просто-напросто будет вообще за глаза. Смотрите. Даже обычный насос для омывания текол справляется с задачей. Конечно, давление не такое прям суперское, но в автодомах давление и не нужно, потому что мы уже с вами экономим как бы воду. Вот все, смотрите. 5 литров канистра. Не прошло и минуты даже. 5 литров ушло. То есть этого давления будет достаточно, чтобы принять душ в автодоме. Очень даже как бы... Я даже удивился, если честно, что обычным таким вот насосиком, да, предназначен для омывания стекол. Можно даже мыться. Давайте теперь разбираем эту систему и соберем другую систему на основе вот этого насоса, уже более серьезного. Насос зашумел, но пока никакой движухи нет. И как я вижу, данный насос не может выкачать воду из канистры. То есть это погружной насос, и он... Вот видите, он совершенно... Сейчас я посмотрю, я правильно его подключил? Да, подключен правильно, но смотрите, это погружной насос, и он не может закачать воду вообще никак. Давайте не будем париться, я сейчас канистре отрежу вверх, Я пущу насос внутрь. О, ух, ничего себе видели! Смотрите, в принципе, струя не намного больше, чем у насоса, который для омывания стекол, да, зато слушайте, как он тихо работает. Его вообще под водой не слышно. То есть производительность у них примерно одинаковая. Вот смотрите, струя точно такая же. Вот такая струя, и уже больше, чем половины канистры ушло. То есть, если вы хотите сделать в своем самодельном автодоме, как бы, душ, да, или там раковину, можно даже не искать какой-то там насос, вот, машины, да, там, а купить налички, вот самый-самый, все, кончилось. Все, кончилась вода, и после этого он немножко громче заработал, но пока он там качает воду, пока он там лежит в канистре, очень тихо работает. Я прям как бы рад за этот насос. Как можно приспособить данный насос в канистру, думаю, с этим проблем не будет. Также сделать ввод в канистру можно сбоку, да, то есть у вас насос будет, в принципе, не там полоскаться, да, а также можете сделать ввод через вот такую вот резиновую манжету, или же, если горловина позволяет, то можно насос открутить горловину, пройти горловину даже какой-нибудь муфтой, или просто отверстие, опять же, с уплотительной резины, тогда придется как-то еще делать отверстие для того, чтобы у вас канистра не сдувалась. То есть нужно, чтобы был воздух, подача воздуха обязательно, иначе она у вас сдуется. Давайте подведем итог. То есть если вы хотите себе серьезную систему в автодоме, чтобы у вас все работало без каких-либо там нареканий, и хотите в эту систему подключать там всякие нагревательные бойлеры, и чтобы у вас, ну, газовые колонки там люди ставят, нагреватели воды посредством воздуха автономки, то есть там сейчас вариантов превеликое множество. От двигателя, если будете теплообменником греть, или там вебасту подключите, да, вот греть можно по-разному, но вот если вы будете использовать в своей системе какие-то вот элементы, да, которым нельзя долгое время быть отключенным от воды, да, или там, чтобы не было у них перебоев с водой, то есть чтобы они не испортились, используйте насос. Вот, ну, начинаются цены, я говорю, где-то порядка, наверное, 70 евро и выше. Если же вам не нужна супер-пупер-система, и у вас обычный такой самодельный дом на колесах, в котором все просто, простенько сделано, нет никаких там супер-пупер нагревательных приборов, кроме какой-нибудь трубы, которая греется там от солнца. Мы, например, когда едем отдыхать в теплые края, ну, на улице температура окружающей среды порядка 30-40 градусов в машине, и того теплее, потому что машина днем частично стоит на солнце, она нагревается, ну, и, соответственно, в баке вода тоже нагревается, и она нагревается где-то, ну, так же, как и окружающий воздух, то есть 35-40 градусов в баке вода нагревается, и необходимости греть воду вот в теплых странах у меня никогда не было, то есть даже, знаете, хочется так охладиться немножко водой, чтобы она была не горячая, вот, пришел там вечером, да, встал, вот, рано темнеет на югах, да, встал прямо около машины, душик развернул, леечку там, у нас она прямо вот с кухонного модуля выдвигается, шланг, вот, и этой леечкой быстренько там встал на резиновый коврик, сполоснулся, оделся и пошел спать, то есть вот так, мы летом внутренний душ, который у нас есть, мы практически не используем, если только каких-нибудь там днем, если да, там надо что-то помыть, или там ребенка там ополоснуть, то есть только используем вот так, а если самим вечером обмыться, я даже не парюсь, я около машины, темнеет и рано, вырви глаз на югах, так что встал, становлюсь и моюсь, и воду я никогда не грею, так что если вы хотите на своей машине просто путешествовать летом, там месяц, там, грубо говоря, там в году, я бы вам вообще не советовал заморачиваться по поводу всяких нагревательных приборов, вот, ставьте обычный вот насос недорогой, вот мембранные не ставьте маленькие, знаете, вот, которые, они жужжат, вот есть вот такие же насосы, только китайские, там всякие, я не помню уже, Сеофло или Серфло, как они там называются, я уже не помню, такие оранжевые, есть оранжевые, есть еще дешевле, там они просто черные, но они тарахтят безбожно, вот, такие я вообще не советую их, как бы ставить, если хотите нормальный мембранный насос, покупайте именно вот такой насос, он работает очень-очень тихо, его практически вообще не слышно, если интересно, сейчас могу подключить, вот, и просто вот, какой-нибудь, купите какой-нибудь погружной насос, вот такого типа, или же есть они такие, знаете, продолговатые, как раз вот продолговатые, наверное, даже в горлышко влезет, вот, стоят они порядка 10 баксов, и я думаю, вот, видели, да, все струю, будете мыться без проблем, то есть, сделайте какую-нибудь, сделайте какую-нибудь кнопочку, эти насосы хороши, эти насосы хороши чем, что, если у вас будет даже кран закрыт, и вы включите этот насос, ему ничего не будет, он просто будет маслать в холостую, все, как только вы хотите помыться, да, вы нажимаете, например, кнопочку, у вас начинает работать насос, вы открываете кран, и все, и пользуетесь точно так же, как и дома, вот, нет никаких проблем, то есть, если вы закрыли кран, насос не сгорит, сразу, вы закрыли кран, выключили кнопку, или же можно как-то это все автоматизировать, я думаю, что всем все понятно, то есть, можно обойтись малой кровью, 10 баксов за насосы, и не париться, вот, пару канистр, там, двадцаток поставите, одну с чистой водой, вторая канистра с серой водой, и пользуйтесь на здоровье, если интересно, покажу, как работает насос, вот этот, так, подключаем насос, так, сейчас он прокачает, сейчас он круг пройдет, так, вот, слышите, да, как он работает, это он сейчас так рывками, вот, он работает, потому что, мало воды в системе, и он, работает, грубо говоря, через задницу, вот, вот, я перекрыл пальцем, и он накачал, и остановился, я потихоньку отпускаю, и он сразу начинает подкачивать, вот, это вот, вся его громкость, вот, громкость в данном насосе, и вот, он так трясется, только потому, что он немножко не прокачан до конца, как только он прокачается, он будет работать прям вообще ровно, но вот, у него видите, вот, немножко струя, вот, играет, потому что, чтобы, если хотите, чтобы была ровная струя, вы должны еще подключить, гидробак, или какой-то расширительный бак небольшой, сейчас я клейку достану, и покажу, как он, какая струя от этого насоса, что-то вы примерно понимали, насколько, есть ли разница, или нету разницы, в этих насосах, давайте, смотрим, струя практически ничем не отличается, что у этих дешевых, душманских насосов, что у этого, но я говорю, что к этому насосу, нужен гидробак, и с гидробаком, он, вот эта струя, она так не пульсирует, и он работает тогда уже, немножко по-другому, с данным насосом в комплекте, идет вот такой вот фильтр, вот видите, там даже мусоринка, да, попалась, вот стружка, когда я просверлил этот, канистру, туда стружка внутри попала, и вот она попала, фильтр, фильтр идет с этим насосом в комплекте, то есть это очень удобно, вот, и вот я немножко расскажу, как он работает, он у меня работает в моем автодоме, я его снимал на зиму, еще не поставил, и он у меня подключен гидробаку, вот, гидробак на 2 литра, и знаете, такие есть домашние, большие, там есть там на 15, там литров на 20, на 50, а у меня на маленький такой, на 2 литра, там тоже есть ниппель, который через помощь, при помощи этого ниппеля, можете накачать давление, какое вам нужно, вот, там уже оно рассчитывается, в зависимости от производительности насоса, вот, и когда он работает совместно с этим гидробаком, струя из лейки идет ровная, и давление у него получается не такое вялое, как сейчас вот было, да, как у этих дешевых насосов, а у него давление, ну, давление такое, через гидробак получается немного получше, и когда вы утром, например, ну, или когда вы включаете немножко кран, насос сразу не реагирует, он примерно выжидает, пока давление в системе упадет на пол бара, и только после этого начинает подкачивать, то есть вы даже можете открыть кран, даже умыться или помыть тарелку, прежде чем включится насос на подкачку, то есть он постоянно, постоянно мониторит давление, и если надо он подкачивает, если не надо, он не подкачивает, Единственное, что у этих насосов есть такая небольшая проблема Но не именно у этих насосов, а вообще есть такая небольшая проблема Если у вас где-то в вашей системе будет небольшая утечка Где-то в кране будет кран капать Или душевая лейка Или еще какая-то утечка при соединении То насос будет постоянно давить потихоньку Он постоит какое-то время, потом поработает опять Постоит, поработает Если у вас такая вот тема есть Значит у вас где-то в системе утечка И надо смотреть лужи, где у вас, и там ликвидировать И если у вас утечка, например, шланг оторвался Насос начинает работать И пока ваш бак на 50, на 100 литров, на 200 литров не кончится Насос не перестанет работать, если у вас он всегда включен А если у вас он включается так же с кнопки Прежде чем открыть кран, вы включите Ну или там с утра, например, да, или там вот Вы пришли в автодом, вам надо попользоваться водой Вы включили кнопку, попользовались И только после этого, как попользовались, вы снова кнопку нажали И отключили В таком варианте как бы ничего не будет Все будет нормально Ну вот есть такая вот фишка, да, знаете, что если у вас система постоянно находится под давлением И насос это давление мониторит Если в случае какой-либо утечки Вся ваша вода окажется на полу Все На этом я буду заканчивать данное видео Если вам было это видео полезно или интересно Ставим пальчики вверх Если у вас есть какие-то вопросы еще по системам По насосам Как сделать систему в самодельном автодоме водяную Пишите в комментариях Если я знаю ответ на этот вопрос Я всегда вам отвечу Или направлю туда, где знают ответ на ваш вопрос Все А у меня на сегодня все Увидимся в следующих видео Всем пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok